Здравствуйте! В эфире новости на Саха-24 в студии Юлия Великодная. Президент России Владимир Путин выступил на форуме действия Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее». В своем выступлении президент говорил о важности сохранить то, что неимоверным усилием создавалось в последнее время, и о задачах на ближайшие годы, в том числе по созданию новых точек для роста и развития всех российских регионов. Что нам только с вами не предрекали в начале 2000-х годов? Это и развал страны, государственный коллапс, это и вымирание нации, это неспособность ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись в борьбе с международным терроризмом, невозможность решить многие социальные проблемы, выйти из экономических проблем. И действительно, ситуация была очень сложной, а порой даже критической. Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по внешним направлениям развития, шагнули далеко вперед и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны. Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед. Путин подчеркнул, что Россия сама достигла всего этого, и главное, благодаря усилиям ее жителей. При этом президент признает, что предстоит сделать еще многое, и формулирует главные задачи на ближайшую перспективу. Нам еще очень многое предстоит сделать, прежде всего ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. А уровень этих проблем еще, к сожалению, пока очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы. Какие? Это сбережение и приумножение нашего народа. Это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, до всех регионов нашей огромной страны. Наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях, как таковых, в широком смысле этого слова, в образовании. Все эти задачи на годы вперед. И нам нельзя оступиться, сбиться с выборного курса. Иначе вновь придется все начинать практически с нуля. Форум Общероссийского народного фронта собрал 4000 участников из всех регионов страны и стал самым масштабным с участием Владимира Путина после старта избирательной кампании. Спасибо вам большое. Цифровое эфирное телерадиовещание теперь доступно почти для всех жителей Якутии. В республике завершено строительство объектов сети наземного цифрового вещания, для чего возведено 200 станций, обеспечивающих трансляцию общедоступных телеканалов в населенных пунктах, которые составляют 95% от общего населения республики. Сегодня в Якутске символически запустили цифровое телерадиовещание. Тем самым на территории Якутии завершилась реализация федеральной целевой программы. В торжествах приняли участие заместитель министра связи и массовых коммуникаций страны Алексей Волин, руководитель региона Егор Борисов и другие официальные лица. К лету этого года по Якутии мы увидели определенное отставание. И возникло опасение, что сроки ФЦП могут быть сорваны. Тогда была проведена встреча с главой республики. И благодаря сложенной работе программа полностью срок выполнена. И сегодня мы можем наконец-таки настатировать, что 95% населения республики имеет возможность технического приема цифрового телевидения. Открыто движение по автозимнику на участках Тикси, Найба и Найбанамы. Комиссия в составе работников ГИБДД и представителей администрации района разрешила проезд для транспорта весом до 30 тонн. Протяженность маршрута Тикси-Найбанамы составляет 240 километров. Открытие другой переправы республиканского автозимника по направлению Северный Кулар-Хаир-Найба-Тикси протяженностью 204 километра запланировано на после Нового года. Прокладывали дорогу автозимник Тикси-Найба-Намы. Проблемные участки у нас, конечно, это Тигун, сотый километр между Найбой и Намы. И речка Арга-Юрях, которая за счет морозов выходит вода на тундру, разливается, ищем объезды, проезды, чтобы машины не тормозили. Так бы хотелось, чтобы в Найбе был какой-то перевалочный пункт, чтобы технику можно посмотреть в теплом боксе, досмотреть, долить, проверить. Морозы бывают очень большие, там 47 было. Управленцы Дальнего Востока поборются за место в кадровом резерве страны. Сегодня прошла регистрация участников регионального этапа всероссийского конкурса «Лидеры России». Во Владивосток, где проходит полуфинал, прибыли больше 300 участников с разных регионов Дальневосточного округа. Все они ранее прошли дистанционно-отборочный тур. Из Якутии в полуфинал прошли 28 конкурсантов. Это и предприниматели, и управленческий административный персонал. Отметим, что официальное открытие конкурса пройдет уже завтра. В церемонии примет участие полпредпрезидента страны на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Конкурс продлится три дня. Судьи будут оценивать участников по восьми компетенциям. Это лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде и многое другое. Изначально было заявлено около 200 тысяч желающих анкет по всей стране, по России. На полуфинальный этап прошло 2700 человек. Вот видите, здесь около 300 человек будет сегодня участвовать в этом конкурсе здесь, в Владивостоке. И 30 лучших должны попасть в финал, который пройдет в Москве. Но мы будем биться до конца, будем отстаивать честь нашей республики. Завершение пускового комплекса «Тамот» в Нижний Бестях ожидается в конце 2018 года. Через полгода наладится и пассажирское сообщение. А с нового года тарифы на перевозку грузов в Якутии снизится в среднем на 75%. Затянувшаяся стройкой века железная дорога от «Тамота» до Нижнего Бестяха должна быть сдана в постоянную эксплуатацию в конце 2018 года. 5 декабря подписано мировое соглашение о расторжении госконтракта с генподрядчиком, инжиниринговой корпорацией «Транстрой» и Федеральным агентством железнодорожного транспорта. На завершающий этап строительства зарезервировано порядка 2 миллиардов рублей. Кто будет достраивать дорогу, решится в начале 2018-го. Работу мы должны завершить в 2018 году и уже с 2019 года войдем в постоянную эксплуатацию со среднероссийскими тарифами. В этом году акционерная компания «Железной дороги Якутии» справилась с мегазадачей, поставленной руководством республики несколько лет назад – обеспечить высокую пропускную способность. Только компания «Колмар» в этом году рассчитывает выйти на мощности по добыче угля на уровне 12 миллионов тонн в год и выпуск 8 миллионов тонн концентрата в год. «С точки зрения кадрового потенциала, с точки зрения технических средств, мы готовы перевезти на суда в центр города Якутску порядка 1,5-2 миллионов тонн груза. И по югу для «Колмара» это где-то около 8-12 миллионов тонн под этот объем. И расчетно, и практически мы к этому объему готовы». Еще один новогодний подарок от железнодорожников – новая тарифная политика с 1 января 2018 года. На снижение. Каждый вид груза будет рассчитываться индивидуально. В среднем по всем грузам минус 75%. 12 декабря премьер Дмитрий Медведев поручил установить сниженные тарифы, сборы и плату надбавки за перевозку грузов РЖД с использованием инфраструктуры железных дорог Якутии. Выпадающие доходы якутским железнодорожникам будет возмещать ОАО РЖД. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, НВК САХ, Якутск. В республиканской больнице «Чистые руки». Проект под таким названием стартовал в медучреждении. Для повышения качества гигиены в отделениях установили бесконтактные антисептики для обработки рук. Между тем, проект полностью внедрен в травматологическом отделении. Многие инфекционные заболевания можно подхватить через немытые руки. Республиканская больница номер 2 презентовала трехлетнюю программу «Чистые руки». Сегодня в травматологическом отделении все кабинеты обеспечены дезинфекционными ковриками. В процедурными и перевязочных кабинетах поставили сенсорные смесители. Аппарат работает очень просто. Подносишь ладони и получаешь порцию дезинфицирующего средства. Он заполнен антисептиком, который надежно защищает руки от вирусов и бактерий. Во всей больнице у нас введен дресс-код. Врачи у нас в больнице, мы их разделили по световым кодировкам. Врачи у нас носят форму темно-синего света, средний медперсонал светло-зеленый, младший медперсонал серого света. Теперь все кабинеты оснащены диспенсерами для бумажных полотенец. В коридоре поставили ящики из аркстекла для одноразового расходного материала. В травматологическом отделении многие пациенты проходят лечение после операции. У многих бывает открытая рана и слабый иммунитет. Поэтому у них повышен риск подхватить вирус контактным путем. Мы защищаем наших пациентов от инфекций, которые заносятся с улицы, также от внутривольничных инфекций. И этот год показал о том, что у нас осложнения сведены, можно сказать, нулю с использованием проекта «Чистые руки». Также в больнице бесконтактными диспенсерами оснащены хирургическое отделение номер 2 и четыре реанимационных отделения. В течение трех лет врачи планируют обеспечить такими диспенсерами все отделения больницы. Сарглана Федорова, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск. Ковшом по одноруким бандитам. Сегодня на Якутском мусорном полигоне уничтожили конфискованные игровые автоматы. Пиратские фильмы, мобильные телефоны и иное конфискованное имущество, в том числе и игровые автоматы, оказались сегодня под гусеницами бульдозера. Столичные полицейские уничтожают все изъятое. Сегодня уничтожено 42 аппарата, изъятого на административной территории города Якутска. Данное оборудование признано незаконным по решению суда. И также по решению суда принято решение о его уничтожении. Имущество изъяли из различных подпольных казино. Дисплеи, экраны и мониторы были демонтированы практически во всех машинах. А вот платы, микросхемы и прочее железо осталось нетронуто. Полностью раздавливаем все. И, соответственно, они приходят в полную непригодность. Никто их использовать не может. Ну и надеемся, что закон никто приступать не будет. И никто не будет подсаживаться на эти плохие игры. Полицейские отмечают, что такая работа проводится постоянно и направлена на снижение криминогенности в этой сфере. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК САХ, Якутск. По итогам трех Кубков мира по масс-рестлингу на призы руководителя региона Россия заваливала 11 медалей. Из них 10 удостоились якутяне. Предварительные этапы прошли летом в Казахстане и осенью в Венгрии. Финальную часть Кубка организовали в Москве. Всего на помост вышло более 300 спортсменов из 28 стран мира. Несомненно, цифра впечатляющая и обнадеживает на развитие и внедрение исконно якутского вида спорта в разные уголки земного шара. То, что я тренировалась этот весь год, именно работая на эти все три этапа. И как подводим итоги, работа прошла не зря. Все наставления тренера я выполнила и выложилась на все 100%. И вот результат. Три первых места в финальном этапе, в третьем этапе в Москве. Также золото. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК САХ и САХ-24. Продолжение следует...